Негрёва. Всех Негрёва знают, правда? Всех Негрёва знают, и никто её не понимает. Правильно? Как Негрёва, все знают. Значит, я поэтому сейчас перескажу её содержание, а потом перескажу, чего я из неё, как бы, сейчас смогу рассказать. Значит, поскольку у меня... В Шива, то есть во время траура, нельзя читать литературу просто, нельзя читать газеты, и нельзя художественную литературу читать, и нельзя учить Тару, поскольку Тараба и носит радость. Но книгу Йову учить можно. Поэтому получается, что в Шива единственное, что можно учить, это книгу Йову. Там радость не получается? Да, считается. Она в стеоданиях. Книга про стеоданиях. Поэтому её можно учить во время Тараба. А поскольку у меня был Тараба, Шива, некоторое время назад, то, соответственно, я не мог ничего учить. А поэтому всех, кто приходил, я просил рассказать мне про книгу Йову. А вот приходили всякие умные люди, которые много знают, то в итоге я получил много хороших лекций про книгу Йову. Понятно. Эти лекции записаны, те, кто по-русски, выставлены на сайте, и поэтому у нас получился даже небольшой такой сайтик с лекцией про книгу Йова. Поэтому в Шива все могут пойти на этот сайт и послушать лекции про книгу Йову. Что очень полезно, иметь такой сайт. Так вот, значит, как устроена книга Йову? Значит, во-первых, она очень сложная по языку и по образам. И она устроена так. Сначала две главы прозаические, где есть завязка. Потом 50 глав поэтических, где есть дискуссии между его и его друзьями, которые даже трудно прочесть. Потом есть одна или там полтора главы, финал. Теперь, прозаическая часть очень проста для чтения, а поэтическая часть невозможна для прочтения. То есть, необычайно сложная. Теперь, сюжет там такой. Начинается с того, что у Йова все есть. У него все хорошо. У него есть дети, у него есть имущество, там слуги. Все прекрасно, все функционирует. И все друг друга любят, и все друг другу помогают, и все вместе празднуют. И Бог у него тоже есть, и он ему приносит жертвы, там периодически все нормально. И вот у Йова, у которого все прекрасно функционирует, значит, сказано, и пришли ангелы к Богу, и с ними пришел Сатан. И Бог спрашивает Сатана, ну что, откуда явился, откуда вообще взялся? Сатан говорит, да так, шатаюсь по земле. Довольно странный диалог. Бог говорит, ну что, заметил его, смотри, какой отличный праведник. То есть, что-то Бог просто провоцирует Сатана. Сатан говорит, да ну, чего там праведник, у него все есть, поэтому он праведно себя ведет. Бог говорит, ну хорошо, значит, типа, давай поспорим, там нет, кто-то поспорим, но, в общем, как будто Бог звучит Сатаном Парин. Он говорит, ну ладно, значит, ты его можешь, значит, уничтожить все, что у него есть, посмотрим, как он будет себя вести. Тут Сатан, значит, начинает действовать, пожар все там обрушивается, нападают враги, дети погибают, имущество отграбят, Иов остался на следующий день без ничего. И Иов говорит, Бог дал, Бог взял, значит, как Бог решил, так я все принимаю. И остался праведным. На следующий день опять приходят ангелы к Богу, и Сатан среди них, и Бог говорит Сатану, ну что, Сатан, видишь, Иов остался праведный. А Сатан говорит, да ну, это разум праведный, это только потому, что его лично это не коснулось. А вот если лично коснется, он будет другим. Бог говорит, ну хорошо, давай проверим, только чтобы он остался жив. И тут, он заболевает чудовищными болезнями, сидит там на куче пепла, соскоребает вной там всячей обками. И, значит, жена ему говорит, значит, сколько можно, давай лучше приклини Бога и умри. А Иов говорит, как это мы можем, значит, так о Боге плохо сказать, раз мы принимаем от Бога добро, мы должны принимать и зло, и остался праведный. Теперь, прослышав о несчастье, это я пересказываю первые главы книги Иова. Прослышав о несчастье Иова, приходят к нему трое друзей и верят, какой ужас, кошмар, садятся рядом с ним на землю и семь дней сидят и молчат. Вот на этом кончается прозаическая часть. А потом, на седьмой день, после того, когда крыло кончается, Иов, значит, начинает свою речь и там обвиняет Бога, обвиняет вообще всю жизнь, говорит, что все, значит, вообще надпрясно, проклят день, когда я родился и всячески ужасные такие вот переживания свои выплескивает. Тут друзья начинают его объяснять. Каждый, знаете, постоянно так, первый друг произносит речь, Иов им не согласен, Иов, значит, отвергает его доводы. Второй произносит речь, Иов отвергает, третий произносит речь, Иов отвергает, всех отверг, все доводы. Тогда они по второму кругу, покороче. Первый приводит доводы, Иов отвергает, второй Иов отвергает, третий Иов отвергает, и все они доводы приводят очень правильные. Первый приводит такие доводы, что Бог справедлив, поэтому, если с тобой случилось несчастье, значит, ты где-то неправ. Иди исследуй свои дела и проверь, и, наверное, ты просто неправильно что-то сделал. А Бог справедлив. А Иов говорит, нет, все отвергай. Самый интересный и поразительный факт, поразительный, что Майманит в Моренову Хим посвящает Иову там две главы и пишет, что доводы этого первого друга Иову это и есть параллельная позиция иудаизма. Только он не прав, что он сказал их не вовремя. Есть, например, у человека, скажем, погиб и острый, и приходил Иов на Красный Свет и его сбила машина. И пришли к нему соболезновать. Но будет неправильно говорить, ну, слушай, ну, твой же родственник переходил на Красный Свет, ну, что ты хочешь, его взять и его сбил в машину. Это будет совершенно неуместным высказыванием в этой ситуации. Но, в принципе, это верно. И вот Иов Амбам говорит, что вообще в принципе это верно, что, в общем, Бог справедлив. Только он высказывает не в той ситуации. Но, прямо скажем, по тексту этого не видно. По тексту книги Иова, то, что Иов отвергает, как раз прав Иова, они совершенно не правы. Но, главное, что они выдвигают все очень разумные доводы. Второй выдвигает довод, допустим, там, что Бог, я уже не помню, там точно, скажем, что Бог тебя любит, Он хочет, там, тебе благо. А Иов это все отвергает. Третий говорит, там, пути Господни неисповедимы. И вообще, значит, Иов опять отвергает. То есть, все, что они говорят, они говорят, очень правильные, классические, религиозные доводы. И Иов все отвергает. Теперь, после того, Иов по второму разу всех отвергает, вступает четвертый гость, который до этого сидел, молчал, мы даже не знали его существования. И вдруг он говорит, что я вот здесь молодой человек, я не хотел вмешиваться, вы, значит, умудренные старцы и мудрецы здесь говорите. Я думал, вы скажете, что-нибудь правильно. Я вижу, чушь уполнена вообще, ребята, говорите. Как такое вообще возможно? В общем, никуда не годятся все ваши логика. Теперь, никто ему ничего не отвечает, зато появляется сам Всевышний вдруг на сцене. То есть, это было, видимо, предисловие к Всевышнему просто. Появляется сам Всевышний и говорит, слушай, а что вообще ты, ебаный, меня бочку катишь? Кто ты вообще такой? Ты вообще понимаешь, что происходит? Я здесь руковожу миром, а ты вообще кто такой, чтобы в этом понимать и чтобы вообще ко мне претензии предъявлять? Ну и дальше ему долго расписывает, как он руководит миром и как его вообще этого не понимает. Что? Ну про все там, да. Теперь, в итоге Иов вдруг говорит, а, так, тогда все хорошо, все принято, все нормально, теперь я понял, как хорошо, большое спасибо, ты меня просветил. Точка. Теперь, после этого опять кончается поэтическая часть, начинается прозаическая часть и там, значит, Бог говорит, вы, значит, друзья, Иова говорили все неправильно, Иов говорил правильно, вы все говорили неправильно, идите, понесите жертвы за то, что вы говорили неправильно, Иов пусть помолится, чтобы вас не наказывали и чтобы с вами все было хорошо, а Иову немедленно выдать все, что у него забрали, типа детей, имущество и все на свете. Непонятно, то ли эти родились заново, то ли новые родители, в общем, непонятно там, потому что там дети, они выступают как имущество, типа, да, но у него это все, значит, такая, литературный персонаж, естественно. Вот, после этого Иов все нормально, хорошо живет, в старости добрый, умирает, окруженный, значит, внуками, правнуками и всем на свете. Все отлично. Вот такая книга Иова. Это я вам пересказал содержание. Значит, во-первых, вызывает удивление отношение Бога с сатаном по отношению к Иову. Что такое вообще заключить договор, можно сказать, о бедном человеке? И где вообще поведение достоинное? Совершенно не видно. Во-вторых, значит, непонятно, почему Иов прав. Что такое его правота по отношению ко всем этим людям? Они же выдвигали совершенно нормальные логические конструкции, а почему он себя выдвигает, почему он прав? Теперь, совершенно непонятно также, что, собственно, Бог ему объяснил. Ведь была проблема, за что у него несчастье. Бог ему ничего этого не объяснил. А Иов, тем не менее, удаляется ответом. Хотя в начале он совершенно не так. Не так было, да? Понятно. В начале он как раз упает против Бога. Вот у нас конструкция. Теперь, объяснение, которое начинается, значит, у нас Шерки, замечательное объяснение дал, он сказал так. Да, с его точки зрения, как я понял точку зрения, книга Рёва это просто апофеоз инвестициализма. Да, инвестициализм, как философский его подхода. Что такое инвестициализм? инвестициализм инвестициализм это конструкция, которая говорит, все теоретические схемы все не истинные, они все поверхностные, они все не настоящие. Настоящее это инвестициальное переживание. Понятно, да? Это инвестициализм. У нас есть некоторые схемы. Мир устроен вот так-то. Вот это хорошо, вот это плохо, логика здесь такая, схема здесь такая, философия здесь такая. Это все было до. Это эссенциализм, то есть сущности разные объясняют. Пришел к эссенциализму, сказал, все это фигня. Все эти теоретические обсуждения, они не настоящие. В них нет настоящести. Это схоластика, если так можно выразиться. Игры ума. Настоящим является только настоящее экссенциальное переживание. Вот я существую, у меня есть существование, у меня есть какая-то проблема. Вот эта проблема находит выражение в моем экссенциальном переживании. Вот это настоящая ценность. Вот здесь истина. Понятно, да? Истина не в эссенции, а в экзистенции. Не в том, что мир такой, а как я его переживаю. Понятно? Теперь, с этой точки зрения, книга Иова это просто классика этого жанра. написано давно, но в экссенциализм в лучшем виде. А именно, есть такая книжка, не помню чья, называется «Иметь или быть». Под названием «Иметь или быть». Да, человек или имеет, или существует сам в себе, по-настоящему. То есть, есть человек, который относится к окружающему жизни, что у него вот есть и вот это, и это он имеет чего-то. Но сам он не переживает этого по-настоящему. Поэтому это иметь или быть. Теперь, все, что состояние Иова вначале, это состояние иметь. У него все есть. У него есть дети, у него есть имущество, у него есть слуги, и у него есть Бог. И Бог это одна из галочек в длинном списке того, чего у него есть. Он чтобы было все нормально, он детям подарки, там служащим зарплату, грубо говоря, там животным корм, а Богу жертвы. Все схвачено, все устроено прекрасно. И в этом смысле вся первая глава переполнена словами «есть». У Иова есть то, и есть то, и есть это, есть то. И как что-то замечательно сформулировал, он забит до отказа тем, что у него имеется, и поэтому у него нет бытия. У него нет настоящего бытия, настоящего переживания ситуации. У него все под контролем формальным, и все застоят галочки о всех пунктах. И поэтому а сатан, да, а чтобы у него было бытие, нужно, чтобы он встретился с небытием. только небытие дает по-настоящему бытие. Это примерно соответствует инвестициалистской схеме, что переживание смерти есть источник точка жизни. Можно ощутить жизнь именно на фоне переживания смерти. То есть переживание небытия дает человеку бытие. Это просто классика абсолютно инвестициализма. теперь в этом смысле когда Бог разговаривает с сатаном весь разговор Бога с сатаном превратит совершенно другой смысл. Приходит сатан и Бог ему говорит откуда ты пришел. Но слово при несколько другой гласовке читается то есть ты пришел из ничто. Бог не спрашивает сатана откуда он пришел. Бог констатирует что вот явился сатан он у нас представитель категории ничто. Небытие. И поскольку он представитель категории небытие то только благодаря его приходу Иов может обрести бытие. А не иметь а быть. Теперь и поэтому разговор Бога с сатаном читается теперь совершенно по-другому. Бог говорит сатану значит ну что значит пришел из небытия а сатан ему отвечает да действительно шляюсь по земле это шляюсь по земле оно есть такой принцип очень важный что Танах объясняет сам себя то есть если есть какое-то выражение то нужно посмотреть другое выражение в Танахе которое такое же из него понять ну вот например скажем мы сегодня обсуждали фразу Моисея то есть фразу Бога по-другому к Моисею потому что вы мне не поверили как мы можем ее понять берем другую фразу есть еще не поверили или поверили вот есть про Авраама или вот есть про Ивреев Моисей говорит про Ивреев значит эти ситуации поверили и не поверили помогут нам понять здесь что происходит понятно теперь то же самое со словом хожу по земле шатаюсь так сказать потому что оно употребляется про Авраама и про Ноха что Авраам ходил перед Богом а Нох ходил с Богом это есть уголок ходить я перевел шататься потому что он как бы ну прогуливаюсь но это вот Едролех оно такое не у него зашел а вот он выступал перед Богом да Нох ходил с Богом то есть это все относится к праведникам поэтому когда Бог говорит Сатану ну что взялся из небытия то Сатан отвечает да действительно высматриваю праведников и тогда Бог ему говорит ну хорошо вот высматриваешь праведников и кто с тобой с точки зрения лучший вот с моей точки зрения лучший и он говорит Бог и тогда это уже не то что он говорит обратил это внимание на Иова а вот ты говоришь что высматриваешь праведников ну и что какое-то мнение про Иова тогда это абсолютно необходимый вопрос и дальше Сатан отвечает что у него все заполнено категорией иметь А быть у него нет. И Бог говорит, ну хорошо, давай попробуем дать ему категорию быть. А для этого отнять у него категорию иметь. Понятно это, да? И когда они отнимают его, Сатан отнимает у Иова категорию иметь, то Иов отказывается быть. И говорит, Бог дал, Бог взял, все хорошо. То есть Иов отказался быть, он остался в категории иметь. Понятно это, да? У него теперь нету, у него теперь не имеется, до этого имелось и теперь не имеется. Бог дал, тогда имеется, Бог взял, тогда не имеется, все нормально. Но ведь если вы говорите, что нищий человек, все равно что-то мертвый. Ну хорошо, это уже следующее. Нельзя же Медляш из одного места применить к другому. Знаешь же интересную фразу, значит, по Медляшу у Илезы была дочь. Что же Абрам не женил своего сына на дочке Илезы? Ответ. Нельзя женить сына Испшата на дочке Издряша. Понятно? Да. Самое интересное, что с этой точки зрения фраза «Бог дал, Бог взял» является неправильным ответом Иова. Он отказывается переживать ситуацию по-настоящему. Он продолжает быть в рамках формальной схемы, при которой есть иметь. Понятно, да? Нет, непонятно. Если речь идет о иметь, то это что-то материальное. Если забрали материальность, то почему же он не переживает на его жизнь? Нет, нет, он теперь и нет. Он говорит, как он к этому относится. Он говорит, «Бог дал, Бог взял». Все остается в рамках. Он и осматривает это как имущество. Бог ему дал имущество. Бог ему взял имущество. В общем, не произошло ничего такого кардинального с его жизнью. Сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку. Дальше. Поэтому Бог говорит Сатану, «Ну что, как дела?» Сатан говорит, «Не получается». Не проходит. Все, у него отняли. Он продолжает быть в категории «иметь». Бог говорит, «Ну хорошо, тогда я разрешаю, чтобы он заболел. Только пусть живым останется». Потому что и тогда Сатан делает второе действие. И отнимает там и его здоровье, и там функционирование. И он все равно продолжает в этом находиться в категории «иметь». Он говорит, «Бог, не можем же мы принимать от Бога хорошее, не принимать плохое. Мы все, кроме Бога, принимаем, и остался верен своей праведности. И это его минус». Только когда приходят друзья, и он сидит семь дней и молчит, это равно его эссенциальному взрыву и переживанию, и он начинает говорить. И вот когда он начинает говорить, он становится быть, а не иметь. Потому что он начинает выплескивать то, что он действительно переживает. Он говорит от себя, от своего переживания, а не формальные схемы, которые правильно повторять. Понимаете, да? Вот здесь Иов начинает быть. Поэтому весь его спор дальше с друзьями, каждый из них выдвигает логическую схему. А Иов не согласен, потому что его переживания, реальные ситуации не укладываются никак в эти логические схемы. Понятно это, да? Теперь, именно поэтому Иов прав, а все остальные неправы. Потому что чем занимаются все друзья? Они пытаются оправдать Бога. А Иов реально с Богом встречается. Они с Богом не встречаются. Они пытаются сделать схему, которая оправдает действия Всевышнего. Ни о какой встрече с Богом они не помышляют. То есть, бунталь против Бога встречается с Богом гораздо более непосредственно, чем повторяющие формальные схемы. Понятно? И это у нас дальше зафиксировано, что Всевышний говорит именно так. Все друзья говорили неправильно, только Иов говорил правильно. Не потому что он говорил формально правильно, а потому что он говорил честно, искренне, он действительно это переживал. Это было настоящим. А друзья все не настоящие, они кротонные. Понимаете, да? Какая-то книга просто апофеоз экзистенциализма. Понятно? Теперь. Когда Всевышний является Иову и говорит, что ты там вообще бочку катишь, то Иов вдруг признает, что все хорошо. Но ведь Бог не объяснил Иову, почему у него несчастье. Бог ему ничего не объяснил, по сути дела. Но дело в том, что по мнению этого подхода мы неправильно понимаем проблему Иова. Мы думаем, и друзья думают, что требуется объяснить, почему праведникам плохо. Иову совсем другой заботит вопрос. Не почему ему плохо, а куда делся смысл жизни. То есть, ему кажется, что Бог перестал управлять миром. Что мир теперь хаос. Мир орден на власть хаосу. И теперь вообще в жизни потерялся всякий смысл. То есть, его заботит не только его личное, что ему не несчастье, а что вообще есть смысл в чем-нибудь в мире. И когда Бог ему является и говорит, во-первых, он явился лично. То есть, вот он получил вот эту личную встречу. Аудиенцию, можно сказать. Исключительно из-за того, что он не соглашался принять доводы друзей. Если бы согласился принять, то никакой личной аудиенции бы не получил. На эту тему я всем рассказываю всегда, что идея смирения, и что Бог всегда прав, и что нужно не спорить с Богом, это все совершенно не еврейский подход. И еврейский подход – это с Богом обязательно спорить. Книги Глова, конечно, апофеолог в этом плане, но все наши процессы о Боге обязательно спорили. Авраам спорил, и Моисей спорил, а Яков даже получил имя Исаи, потому что он спорил с Богом. Само имя Исаида означает «спорить с Богом». То есть спорить с Богом – это неотъемлемая еврейская человека. Теперь мне сказали, что это спор с Богом – это только могут великие люди, а простым людям куда им с Богом спорить. Но однако это совершенно не так. Сейчас в этой книжке, последний том «Библиейская динамика» как раз разбирается в концептных чисел история, как Моисей говорит народу, «Мне вот Всевышний повелел вот так разделить землю между коленами». И изложил, как с точки зрения Всевышнего, закон Всевышнего, только что продиктованный с неба, как надо поделить землю. Тут приходит дочь Ицелов Хады и говорит, а нас такой закон не устраивает, он несправедлив, в нем получится так, что наш отец не имеет на дело. Теперь. То есть они, собственно, выходят и говорят, Бог только что сказал, закон неправильный, закон несправедливый, надо его изменить. И Моисей, вместо того, чтобы сказать, кто вообще такие, и что вы вообще лезете, прекрасно говорит, да, действительно, ваши доводы разумны, давайте у Бога спросим. И прекрасно у Бога запрашивают, и Бог говорит, да, конечно, дочери Ицелов Хады очень правильно говорят, действительно, надо закон изменить. и меняет. То есть их протест против закона, как он есть, поменял закон. А потом приходит и руководство коленами наше и говорит, нет, это нас не устраивает. После вашей корректировки закона может получиться еще и такая вещь, что эти там дочери, когда отземлю землю, выгодит замуж до ног и колени, земля перейдет, это все неправильно. То есть они выступают против уже откорректированного закона. Моисей опять-таки не говорит им, что кто такие, почему вообще не согласны. Он говорит, ну хорошо, запросим Бога еще раз, еще раз запрашивает, получает еще одну корректировку. И Бог опять на него не гневается, совершенно спокойно корректирует. Поэтому представление, что Бог хочет, выполняли его законы, чтобы, значит, выполняли то, что он сказал, совершенно неправильно. Бог хочет, выполняли его законы, при этом думая и соответствующим образом реагируя. Вот. И такие же истории у нас в Талмуде, да, например, там известная история в Талмуде, печь Кахная, которая стоит в том, что Абелеза против всех остальных выступает, и он приводит чудеса из них в свою пользу. И говорит, да, вот дерево докажет, что я прав, дерево воевается с корнем, летит на 50 шагов, значит, а мудрецы говорят, нет доказательства от дерева. А тогда он говорит, речка докажет, что я прав, речка идет в другую сторону, а мудрецы говорят, нет доказательства от речки. Тогда он говорит, голос неба докажет, что я прав. Раздается голос неба, что вы с ним спорите, Абелезы вообще прав всегда. А тут Абелеза говорит, а мы небо не слушаем. Ты бы сказал Тара в наших руках, ты нам ее дал, решаем по большинству. Мы решаем, что дано быть не так. То есть, просто прямое совершенно несовпадение с прямо проявленной волей Всевышнего. Вот, значит, дальше Медляж говорит, значит, кто-то из мудрецов, значит, гуляя там на следующий день, в окрестере встретил пророка Ильяу, который, как известно, на небе ошивается. Вот, и говорит у него, ну что, пророк Ильяу, как реагировал Бог, когда мы здесь постановили? А он говорит, а Бог улыбнулся и сказал, мои дети меня победили. То есть, иудаизм однозначно легитимизирует спор человека с Богом. Потому что, если же человек подчиняется и не спорит, то какой интерес с ним общаться? Это же идея раб и свободный человек. Что, что? Это же идея раб и свободный человек. Да, ну да, интересно, что Богу интересно общаться с теми, кто думает сам, кто время от времени не согласен, кто выдвигает другую позицию. Это совершенно, как бы, аксиома еврейской жизни. Это не распространяется на запрещение? Нет, нет, что здесь не распространяется? А о чем здесь идет речь? Здесь и заповеди идет речь. И тем не менее, они выступали против. Дальше вопрос, как это можно делать, насколько это возможно. Это все, кто не знает, там толстая книжка, а вот она. Вот. По Раву Куку здесь есть отдельная совершенно глава, как делать в случае конфликта глахи этического чувства, которое у нас здесь имеется. Но, в принципе, это нормальный, веритимный и обязательный вопрос в аудаизме. Я уже видел, что однажды я встретил такую книжку в интернете, что называлось «Остров православной культуры для пятого класса российских школ». И оно начиналось с того, что первая православная, значит, ну не ценность, как ты сказала, добродетель, что-то в этом роде, это послушание. И вот это явно не для евреев. А вот Четорий Чеоргий 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 Да, 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 одно другого не исключает. То есть можно считать, что это проявление свободы воли человека. Ну даже не просто свободы воли, а что Всевышний хочет от человека вообще, так сказать, самостоятельности. Но это все я говорю, что некоторые считают, вообще представление человека о том, что Бог хочет от него, это просто полная проекция того, что он хочет от своих детей. Некоторые люди от своих детей, да, от детей. Нет, то, что Бог хочет от него, это то, что я хочу от своих детей. Ну, например, скажем, человек, который говорит, для Бога главное послушание, он так и будет детям своим относиться. Главное у меня от детей послушание. Понятно, естественный перенос. И от всех других нижестоящих. Вот, теперь, так вот, некоторые считают, что главное это послушание, это как бы самый низший уровень монотеизма. По высшему уровню, что главное, это любовь. Тогда это повыше, конечно, безусловно. Но любовь тоже не может быть главным, потому что, например, пятилетний ребенок любит и родителей гораздо больше, чем восемнадцатилетний, допустим. И слушается их, кстати, гораздо больше. Но если вам сказать, что, и все умиляются, какой хорошенький ребенок. Ну, если сказать, вот этот ребенок таким останется на всю жизнь, то все, будет ужас, кошмар. Потому что он хорошенький, только в том смысле, что это потенциал для будущего. А вовсе не то, что это идеал, к которому надо стремиться. Вот, поэтому, третий уровень понимания, это главное, что родители хотят от своих детей, что Бог хочет от нас. Это самостоятельности, продвинутости, серьезности, чтобы быть, значит, самостоятельным оппонентом. Поэтому, что Богу, да, зачем Бог с твоим умением, чтобы было с кем пообщаться. Но если же все время соглашаются, то не с кем же пообщаться. Понятно, пообщаться можно, когда они соглашаются. Но об этом известна история, как этот самый, Эаби Йоханнан и Решлатиш. Решлатишам он всю жизнь спорил. Вот. А потом, значит, они там поругались, все было ужасно, он обидел Решлатиша. Решлатиш умер после этого. И у него, Эаби Йоханну не осталось с кем спорить. То есть, ну, не осталось с этого самого, спорить партнера. И он попросил мудрецов, чтобы ему прислали, как он спорил партнера. Они его прислали, очень продвинутого человека, который все-все-все хорошо понимал. Вот. Потом, значит, Эаби Йоханнану отсылает обратно и говорит, ну, какой в нем интерес? Я могу какую-нибудь идею. Он говорит, о, Раф сказал великую идею. Говорит, ну, ази мне это интересно? Я сам знаю, что я сказал великую идею. Мне неинтересно, чтобы мне это повторили. Мне интересно, чтобы меня возразили против моей великой идеи. Когда я Решлатишу говорил о своей идее, он меня тут же возражал, тут же находил опровержение, тут же доводы выдвигал против. Тогда мне было интересно. А этот, кого мне прислали? Он соглашается со мной. Это мне не нужно. Ну, все, он дальше заболевает и умирает. В общем, короче, значит, итог такой, что он обидел своего своего спарринг-партнера, можно сказать. Значит, тот умер, значит, не пережил, он сам не пережил то, что, значит, тот умер. Вот. То есть, интересно, когда возражают, когда соглашаются, мне интересно. И, соответственно, Всевышнему точно так же. Так, теперь последнее, что я хотел сказать, правильно? Нет, а у нас времени еще полно. Ну, вспомнишь, сейчас здесь. А проем, это про конец. Сейчас, 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 сейчас. А у нас еще час здесь кто-то, да? А ну, что, сделали А, ЧПЛФ, ну, окей, тогда еще потом расскажу, да? Да, сделаем еще один перчик, и я потом расскажу. Я проема закончу сейчас. Теперь, так вот, проема получается так, что Иов, на самом деле, главное стремился не понять, за что у него несчастье, а что вообще Бог продолжает контролировать мир, что Бог продолжает управлять, что в мире нет хаоса. Именно это Бог ему сообщил. Он ему явился лично, предстал по просьбе Иова, то есть, ответил на непосредственный вызов, понятно, да? Иов делает вызов Богу на разговор. И Бог на разговор приходит. То есть, к этим друзьям он не приходит, потому что они не делают вызова. Они говорят стандартные, изученные формулировки теологические. Никакого вызова Бога сюда у них нет. А экзистенциальное переживание, это требование, что Бог явился. И поэтому Бог Иову является. Раз он попросил, то Иов Бог является. А они не просили, и Он не является. И раньше Иов не просил. Когда он просил жертву, он не просил, что Бог явился. У него была галочка в нужной строчке, и все хорошо. И о каком явлении Бога ему не требуется. А теперь оно ему требуется, что он перешел от логических схем к переживанию. Тогда Бог является. И что же он ему говорит? Что ты не беспокойся, у меня все под контролем, я все управляю. Ты же просто не понимаешь, как я управляю. Поэтому тут вообще такое, чтобы это понимать. Но на самом-то деле он ему, собственно, открывает и объясняет, что все продолжает управляться. И тогда его говорит, а, так, тогда все хорошо. Теперь я понял, что все нормально, что ты управляешь мем, что никакого хаоса нет, что есть в этом всем божественный смысл. Тогда все нормально. Я его не понимаю, но я знаю, что он есть. И вот это и есть то, что Иову достаточно. И тогда это означает, что Иов перескочил на следующий уровень жизни. То есть он перескочил на уровень, когда он совершенно по-другому смотрит на мир, на свои отношения с Богом, чем было раньше. Поэтому все ему возвращается, имущество, он праведник стал гораздо более высокого уровня. То есть встреча с небытием дала ему бытие вместо имения. И поэтому он теперь на более высоком уровне, и, значит, он прав. И во-первых, не подтверждает, что он прав, а все друзья не правы. И что очень еще интересно, и поэтому у него возвращается имущество, дети и все на свете. Что очень интересно, что Иов не возвращается к жертвам. Он возвращается, он переходит к молитвам. Вы ответили на вопрос, зачем нужно было вернуть все Иову? А, зачем нужно было вернуть все Иову? Большое спасибо. Да, замечательный вопрос. В откраинских тонах, то все праведники были богатыми и сильными. Авраам был богатым и воевать прекрасно умел. И Ицхак богатый, Иаков богатый, Иосиф, Давид, Иоисей, Соломон – все богатые. Потому что, если Бог их избрал, то он им, соответственно, дал награду. И поэтому взгляд Танаха – это наоборот. Праведник получает награду в этом мире, а вовсе не в загробной жизни, с точки зрения Танаха. В загробной жизни тоже это никак не исключается. Поэтому то, что Иову возвращается богатство, тоже считает характеристика Танаха. В Танахе всегда, если он хороший, ему возвращается все. То есть он должен быть опять богатым, Иов. – Это нужно, чтобы подтвердить, что он прав. – Ну, в некотором смысле, да. Если он прав, то ему все не должно быть возвращено. – Он научился быть в этом мире без всего. – Но быть не значит не иметь. Вот так вот давайте закончим эту фразу. Не то, что быть против иметь, а надо и быть, и иметь. Если пацаны блин. – Вообще. – Когда время повтор jangan. – В трубке – – В трубку В трубке, рыбку.